Такую вещь покажу. Закрою форточку, чтобы не смущать в лице людей. Убрал со стола в основном все лишние вещи, радиаторы для постройки, частоты трансформатора Теслы или качера. Я тут иногда ставлю вот этот радиатор вместо этого и подстраивается конец цепля и к этому радиатору и так подстраиваю чистоту трансформатора Теслы. Вот это прицеплено к земле, это я иногда искрю вот тут антенны. Что-то уже так наискреннее сделать. Тут как бы нет лишних вещей. Вот тут ферритик. Вот таким амферритиком подстраиваю чистоту трансформатора Теслы. Вот это питание приходит. Вот минус идёт тут, плюс идёт через автомат, потом на амперметр, потом тут на конденсатор идёт. Вот трансформатор Теслы, нижний конец землён. Он работает в произвольном режиме, то есть не синхронизован с частотой пушпула. Частота пушпула где-то на 28 кГц, тут пачки ночь с частотой пониже, что на звук слышно. Вот этими конденсаторами подстраиваю чистоту пушпула. Тут вот разъёмчики запихать разные конденсаторы, можно и будет разная частота пушпула. Тут вот разная частота промежутка между пачками. Вот этот конденсатор подстраивает чистоту самого трансформатора Теслы. По катушке тут намотана 10 метров индуктор так называемый. Там идёт, может не индуктор, а, можно сказать, первичная катушка на вот этой трубе. Вот из двух кусков провода намотана по 5 метров. Вот так идёт и потом обратно ещё. Ну, вот немножко. Вот идёт на резонансный конденсатор на четыре витка на горшке. Тут зазор на горшке. И вот тут начало индуктора так называемого. И она не заземлена. Ни начало, ни конец. Индуктор, в общем, совсем не заземлён. Вот тут на горшке намотана вот обмотка. На её конце нигде не подключены. Потом идёт съёмный без никаких тоже параллельных резонансных конденсаторов. Вот один тут, второй тут на диодный мост идёт. Потом на такой конденсатор один микрофарад и на лампу. 53 ватт. Тут заземление идёт. На общую клемму минус. И вот земля идёт. Там ещё колечко надёто. Тут экономка стоит, чтобы посмотреть, когда в резонансе трансформатор Теслы. И вот там колечко тоже светодиод в соземлении загорается. Тогда видно, что в резонансе трансформатор Теслы. Вот тут трансформатор Теслы собран вот на драйвере. Вот тут драйвер ТЦ... ТЦ... ТЦ 4.4.2.0, как и тут такой самый. Я на AliExpress их заказал. Пять таких, кажется. Вот тут один Ом резистор стоит, который в базу идёт. А тут 77 Ом резистор, который идёт на сам драйвер. А потом между... Пять кило между затвором, то есть не базовым, а затвором и истоком. Пять кило резистор ещё стоит. Ну и тут ещё дротсель по входу. Вот там вот дротсель. Уже после стабилизатора 12 вольт. Тут конденсатор по входу и тут по выходу после стабилизатора на 25 вольт, а по входу на 100 вольт. И там на другой стороне ещё там конденсатор вот такой вот. Там на 33 нФ между плюсом и минусом драйвера уже после дросселя. И вот тут пушпул тоже поставил на драйвер, потому что я подумал, может тут важны крутые фронты открытия. Правда, когда я его поставил, то сравнил его с этим, как на транзисторе, вот админом сделан такой своеобразный драйвер. У драйвера фронты и открытия и закрытия покруче. Поэтому, думаю, может это нужно, чтобы были крутые фронты. Открытие особенно, потому что на закрытии вот транзистор усиливающий стоит. А на открытии нет никакого усиливающего транзистора, просто сигнал от ТЛК берётся на открытие. Какие там встроенные бутылки, транзисторы. Они открывают. Ин есть. movement и они приблизи. Подписывайтесь на наш invisible д07. Интимент禮. Это бизнес произойдёт всем поиску, для пониманиям. Это микросхема, которая формирует вот один конец идет минус этой микросхемы, тут вот на минус он питание берется через этот провод, вот эта вся платка. Это вот сигнал выходной идет на драйвер. Это вот плюс берется, она питается. И вот плюс берется на драйвер питается, и вот плюс берется на это питается. Как бы без никаких дросселей там прям с плюса. Тут вот плюс такой общий, вот плюс идет, вот отсюда тоже берется, плюс вот на пушпулла идет, вот отсюда плюс берется тоже на драйвер. Вот тут плюса не надо брать. Тут транзистор на 600 вольт. с таким, там 6 ампер, кажется. Такое название сложное. вот эта катушка, вот эта антенна там емкость, она она как бы облучает, но, можно сказать, не облучает, а просто наводит поле высокой частоты и высокого напряжения напряжения. Вот на эту катушку и на индуктор. Диоды тут SF68. 600 вольт, кажется, 6 ампер. Можно и без диодного моста, но просто на диодном мосте можно тогда напряжение померить. Какое напряжение на лампе я только и поэтому поставил диоды. Так неизвестно, какое напряжение. И я мерил напряжение уже. Тут 230 вольт на этой лампе. Вот. И от одного индуктора нету параллельного конденсатора. Теперь по съемной. Съем на 38 метров из двух кусков провод. Смотрим тоже. И четыре слоя. Вот это третий слой и это четвертый, я не помню. Два слоя в одну сторону в ней. Два слоя вот эти. Третий и четвертый в другую сторону, в противоположную. Вот она. Ну и ее резонансная частота. Ну 2,2 мегагерца вроде бы. Но еще вот тут где-то 2,8-2,5 мегагерца, когда я смотрю на стоке транзистора стеллограмму, то идут собственные колебания после выключения транзистора. Где-то 2,8 мегагерца. Вот. Включал эту гранату снимал, ее вообще убирал. Смотрел и думал сперва, что может это съемные катушки и резонансная частота. Но оказывается это не ее. Это видимо или вот эта первичная резонансная частота, или вот эта, которая нигде не подключена. Не знаю, откуда этот звон, извините. полностью вот этот, вот этот тоже индуктор все отключал. Может как раз эта частота должна совпасть с частотой вот этой 7. Не знаю. Вот покажу теперь, как горит лампу. Вот эта. Так она горит на 230 вольт. Зеленый светодиодик индикатора, пусть было, вот потребление выше 5 ампер. Почти 6 ампер. Немножко нужно уменьшить, то есть отойти от резонанса. Мой блок питания очень так чувствительно. Понижаю его частоту и ухожу немножко. Трезонанс. Еще надо понизить, чтобы выше 5 ампер не превышать. Это 5 ампер и 25 вольт. Это и так 125 ватт. Очень чутко. Еле поплытишь. И уже очень сильно уходит. Еще у меня тут есть этот многооборот. Там очень мало объем, нормального сопротивления. Наверное, с ним не удастся ничего отстроить. Наверное, надо скваженность уменьшить. Скваженность уменьшает. Вот тут. Уменьшил до 5 ампер. Немножко частоту еще понизить, чтобы от резонанса идти. Вот. 4,5 ампера потребляет. Теперь накряжение меристой на лампе. Сто девяносто семь вольт. Сто девяносто семь вольт. Теперь включу трансформатор Тесла. Вон загорается индикационная лампочка. Может немножко резонанс построить с ним. Светодиод синий алгоритм. Вот эта частоту меняет. Эта должна менять скваженность. Но как бы лучше не трогать. Она не очень хорошо работает. Это поближе. Тут можно по-за земли на муку. Вот он, когда ярко загорается, это резонанс. Не знаю, кто-то измерялся. Вот эта схема действительно неэффективна. Потому что потребление почти 5 ампер, можно сказать. Ну, около 100 ватт. На выходе 53 ватт. И то не на весь накал горят. Потому что, чтобы было эффективно, нужно, чтобы намотать всю эту съемную катушку в один или в два слоя и поверх индуктора по всей длине намотать. Тогда будет эффективно. Тогда КПД будет близок к 100%. А так он близок к 50-60%. Либо индуктор под низом намотать по всей длине и подключить вот эти витки. И потом параллельно съемный конденсатор. Тогда тоже может КПД близок к 100%. Если правильно слои, какое количество слоев намотать на съемной. Как видно, трансформатор Tesla никак не влияет. Вот такой бискс. В общем, это частота пачек. Окультила чистоту пачек. То есть, да и чистоту Tesla и по всякому ферриты засула. И на эту очередь делала. Ферриты засула и вот эти вот мелкости меняла, чтобы частота менялась. По 2,2 МГц до 1,5 МГц. Вот, могу ферритик засунусь. Теперь резонанс ушел. Вот они светятся. Все зеленые. Светятся на слабо. Вот подключу чистоту и резонанс войду. Вот и нагорается. Это диод. Слышен такой звук. Вот эта вот лампа. Что-то еще четче теперь. Войду в резонанс. Нет, это примерно самый максимальный. Вот это можно чистоту пачки регулировать. Но такая длительность пачки не меняется. Просто меняется чистота пачки. Поэтому чем выше чистота, тем больше энергии потребляется и выдается. Вот можно поставить этот прибор тут. Он будет показывать частоту трансформатора Теслы. А, нет, он не будет теперь, потому что в пачковом режиме работает. Нужно только по силографу, по клеткам посчитать. Ну и тут нужно теперь, если вот поменять емкость и сильно чистота уйдет, тогда нужно подстраивать вот этот конденсатор, чтобы чисто так было. чистота регулировалась. Та, на которой можно было регулировать всю чистоту, на которой будет резонанс трансформатора Теслы. Вот эти вот вещи, я посмотрел, они не магнитятся. Это какой-то металл хороший, который не железный. Поэтому можно это как емкость, как антенну использовать. Передавать емкость, чтобы чистоту понизлили. Но если туда же чистота будет, например, выше, чем этого генератора, можно на нижнюю чистоту, на вторую гармонику как бы накрутить, и будет каждый второй период бить тоже как бы. Будет резонировать хоть и хуже, чем если на основной. Вот этот двигатель уже даже горит, потому что и тьма. Как видно, я кручу чистоту. А нагрузка никак не влияет на нагрузку. Вот, когда искрит, тогда приносит только лампочка. Ноль потребления, парни. Это видимо помехи создаются. И вот я ее. Для пушкуни. Еще одну емкость можно положить, чтобы унизить частоту. Но для нагрузки этот трансформатор Теслы никак не влияет на нагрузку. Нужно перец не тянуть. Продолжение следует... 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 Пусть тут положу. Возле трампет. Вот, тачки нет. А там звон резонанса индуктора. Возле трампет. Возле трампет. Возле трампет. Возле трампет. Возле трампет. Возле трампет. Продолжение следует... 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 Напоследок покажу еще как будет светить 116 ватт в аналогенную. 116 ватт 237 вольт, вообще-то 237 вольт, вообще-то 237 вольт. То есть это получается номинальное напряжение, а если на 202 вольт, значит она не на всю мощность, горячая. Так. 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 Я вам помажу на таком расстоянии, говорит. Вот это вымолчатель. Так. 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 Как видно, никак не влияет трансформатор ТСР. Если потребление только растет, прибавки никакой нет. Как видно, анализатор, касаясь туда, перестает шипение. Продолжение следует... 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 Как по старому делу... Как раньше делала... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...